Евгений Киселёв у нас на прямой связи, журналист или радиоведущий. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, правда, на радио уже чёрт знает, сколько времени не работаю. Ну, я, кстати, на радио тоже раньше работал, но как-то любовь осталась. А как у вас? Несмотря на то, что уже давно не на радио, но как-то есть такое тёплое чувство к этому средству массовой информации. Да, безусловно. И я на самом деле считаю, что радио по-прежнему живо. К сожалению, просто многие забывают о том, что это порой очень эффективное средство массовой информации. Кстати, прекрасно влияющее на лидеров общественного мнения, потому что радио много слушают в машинах. Люди, скажем так, информационно озабоченные и политизированные. Это прекрасная премиальная аудитория для рекламодателей в том числе. Поэтому разговорное радио – это далеко ещё, на мой взгляд, не закрытая история в принципе, в медийной истории человечества. Я могу ошибаться, но не знаю. На ваш взгляд, а театр, русский театр, российский театр, театр на русском языке, он жив сегодня, он востребован, он нужен в конце концов после 24 февраля? Послушайте, люди, которые работают в российском театре на территории Российской Федерации, в Москве, в Питере, в других городах, поставлены в такие политические условия, что им надо либо уходить из профессии, либо по-другому уже называться. Вот люди некоторые из профессии уходят, некоторых изгоняют. Вот как мы только что видели историю про изгнание из актёрской, из театральной профессии знаменитой, можно сказать, великой русской актрисы. И мы знаем, что многие уезжают. Мы знаем, что некоторые у вас в Риге. Чулпан Хаматова ведь в Риге. Я не ошибаюсь? Да, в Новом Рижском театре. Служит в Новом Рижском театре. Служит в Новом Рижском театре. Вот, может быть, Лия Ахиджакова туда к вам переберётся. Какой ещё выход? Повторяю, у великой актрисы сегодня. А некоторые? Ну, как я вот пошёл. Я давно не был в России. Но после истории, допустим, с изгнанием Ахиджаковой, я бы не пошёл уже больше в «Современник». Знаете, вот я не могу в этом случае любовь к театру, неважно к какому, да, к российскому, к европейскому. Но вот в театр «Современник» я уже не пошёл бы после истории ни ногой, не переступил бы порог, пока люди, которые допустили изгнание Ахиджаковой с сцены «Современника», вот не станут прямо, извините меня, в грязь с коленями и не начнут отбивать поклоны земные и просить прощения за то, что они сделали. И я не пойду в Абхат после того, что там творится, там, например, после истории с увольнением Назарова, да. Русский театр скомпрометировал себя сотрудничеством с путинским режимом, на мой взгляд. И в этом смысле тот театр, который там остался и пытается существовать, для меня закончился. Ну а в принципе почему нет? Почему нет? Есть хорошие актёры, есть выдающиеся режиссёры, есть театральная традиция. Она сейчас вместе с теми, кто принял непростое, но правильное решение уехать, она живёт там, у вас в Риге, она живёт в Израиле, в других географических точках планеты. Это я надеюсь, что когда-нибудь, когда путинский режим прекратит существование, когда получат по заслугам все те, кто его создавал, и все те, кто довёл Россию до её нынешнего состояния, после того, как они получат по заслугам и будут спущены в канализацию истории, ну вот, может быть, тогда русский театр опять возродится на территории Москвы, Питера. Я не представляю себе, как вообще можно чем-то сейчас... Я не хочу осуждать людей, которые не в состоянии уехать. Среди моих друзей, родственников, знакомых, есть люди, которые очень хотели бы уехать, перестать дышать этим гнилым, затхлым воздухом путинской России, но не могут этого сделать. Увы, у кого-то держат житейские обстоятельства, у кого-то состояние здоровья, у кого-то просто банально нет денег, чтобы начинать жизнь сначала, зачастую совсем не у молодого возраста. Кому-то просто страшно. На это тоже нужно решиться. Знаете, не надо путать эмиграцию с туризмом, да? Но люди, которые там остаются и пытаются делать вид, что всё нормально, и вот мы сейчас здесь поставим Чехова в очередной раз, этих людей я не понимаю. Они кроме досадного чувства брезгливости во мне ничего не вызывают, увы. А вот, учитывая, что вы давно не были в России, смотрите на неё уже со стороны, но всё-таки раньше долго жили в России, это даёт вам тоже определённое представление об этой стране. Как она меняется, и как вот этот взгляд со стороны, другая оптика, какой образ у вас формируется о стране, которую вы когда-то хорошо знали, и могу предположить, наверное, даже любили, и той страну, которую вы сейчас видите со стороны? Да вы знаете, я к вопросу о том, что значит я любил эту страну. Я любил своих близких, я любил женщин, я любил детей своих, внуков. Я любил гулять по переулкам и скверам родного города. Я любил приходить на кладбище, на Введенское, бывшее немецкое, в Лефортово поклониться могилам моих родных. Или на Ваганьково, где похоронен мой отец. Вот у меня так странно случилось, что половина родственников лежит на одном кладбище, половина на другом. Ну, бывает в жизни всякое. Но чувство любви к государству, советскому, российскому, путинской России, вообще для этой дикости, как можно любить путинскую Россию, путинское государство. Я считаю, что в 21 веке, в котором мы живём, вообще в той цивилизации, в которой мы живём, в цивилизации 21 века, в центре мироздания должен находиться человек, индивидуум, а не какие-то абстрактные представления, там, вот родину любить, там, государство любить, там, какие-то там скрепы любить. Я вижу, как страна деградирует, как к власти, в ней в широком смысле этого слова, не только к политической, государственной власти, но к власти на разных уровнях. то есть к управлению даже разными простейшими сферами общественной жизни приходят шпана. Вот понимаете, приходят такие тётки, которые раньше говорили, «Вас много, а я одна». Вот такие, знаете, продавщицы из советских продмагов, да, вот посмотрите на какую-нибудь там Валентину Ивановну Матвиенко или на некоторых других там государственных и общественных деятелей России, они же все тётки из продмага. Ну, правда, вот эта вот Терешкова, которая вылезла на трибуну Государственной Думы и предложила обнулить все путинские сроки. Вот я думаю, «Боже мой, ну, она же уничтожила, убила легенду о самой себе». Вот кто-то её раньше вспоминал как первую женщину-космонавта, хотя, говорят, полёт её был бесславный, и генеральный конструктор Сергей Павлович Королёв после этого полёта ругался страшными словами, семиэтажным матом, провозглашал, потому что вот после этого я больше ни одну бабу в космос не пошёл. Но, тем не менее, вот была легенда. Ткачиха из Иваново, или откуда она там была, уж я не помню, вот простая девушка, ткачиха, там, полетела в космос, вознеслась к космическим высотам, да, которая подмахнула и помогла Путину псевдоконституционным образом получить возможность до конца жизни оставаться президентом России. И вот в этом, знаете, куда ни плюнь, я вижу, как деградирует страна, как деградирует общество. Деградация общества выражается в том числе и в неспособности организоваться для того, чтобы протестовать, для того, чтобы как-то воспрепятствовать. есть действительно ощущение, что большинство населения страны с удовольствием, стройными, дружными рядами идёт в услужение вот разного рода диктаторам, вроде Владимира Путина, и неизвестно, кто ещё придёт к нему на смену. Хотя я думаю, что уж гнуснее и правее некуда. Единственная моя надежда заключается в том, вот сейчас многие увлекаются, читают интереснейшую книгу Александра Баунова, известного журналиста-международника. Думаю, что он у вас тоже выступал. Да, было отношно. Была у него книга, вышла только что, что значит была, извините, я заговорился, вышла только что любопытнейшая книга, где он описывает события, происходившие в Португалии, в Испании в 70-е годы, отчасти в Греции, про то, как разрушались диктатуры. Не многие, но тем не менее существовавшие военные диктатуры. И интересный феномен – это революция гвоздик в Португалии в 1974 году. Удивительная вещь. Сейчас, когда из 2023 года смотришь на это прошлое, действительно поражаешься тому, что это было за 10 лет до начала Горбачёвской перестройки. Ну, за 11. Но тогда вот казалось, что середина 70-х годов в Португалии – это какая-то стародавняя эпоха. А сейчас я понимаю, что это практически в масштабах человеческой истории было практически в одно и то же самое время. И поэтому параллели… Знаете, когда ты понимаешь, что история – это штука, насчитывающая тысячелетия, ты понимаешь, что в конечном счёте и греческий опыт, конец диктатуры так называемых чёрных полковников и вот эта революция «Гвоздик» в Португалии и крах. Точнее, не крах, но распад очень быстрого режима Франка после его смерти в Испании. Это было совсем недавно, по сути дела, во времена сопоставимые со временами начала Горбачёвской перестройки. И вполне вероятно, что этот опыт действительно применимый в наше время. Но я хочу сказать, почему я вспомнил об этом, любопытная вещь, что мы всегда говорим о военных переворотах как правило, как о событиях, которые ведут к установлению очень жёстких, подчас диктаторских или фашистских режимов. А вот в Португалии была уникальная штука. В результате военного переворота началась демократизация в стране. Военный переворот и возвращение демократии. Чёрт его знает, может быть, в будущей истории России нечто подобное может произойти. Если мы видим, что гражданское общество, мирное гражданское общество к этому не способно, может быть, окажется способным русская армия. Может быть, там есть будущие вот эти португальские капитаны, которые рано или поздно попытаются взять власть в свои руки для того, чтобы направить страну куда-то вот в обратном направлении. Не влево, но, по крайней мере, к центру. Потому что, ну уж, куда правее. Правее некуда. Спрашивают наши зрители тем временем по поводу, кстати, Михаила Саакашвили. Потому что вот тут было сравнение с Алексеем Навальным. И один вернулся, и второй. Правда, конечно, в России гораздо более жёсткий режим, чем в Грузии. Грузия старается идти по пути демократии, хотя, видимо, тоже есть определённые проблемы. Ну вот, вопрос из чата. Следите ли вы за историей Михаила Саакашвили? Как вы оцениваете всё, что происходит с ним? Я слежу, безусловно, за историей Михаила Саакашвили. Более того, я в прошлом был лично знаком с Михаилом Николаевичем, Михаилом Николаевичем. По-разному его называют. Я понимаю, конечно, что возвращение Навального было неким импульсом для того, чтобы и Саакашвили попытался повторить то же самое. Он видел, что вот это вот пример, который может быть ему быть, если угодно, полезен. Но он ошибся. Он ошибся, его возвращение не вызвало массового восторга в Грузии, не вывело на улицы всех его былых сторонников. Почему? Там отдельная тема. Но я понимаю, что Саакашвили уничтожают физически. Думаю, что это делают власти для того, чтобы либо потрафить Путину, либо просто по его прямому указанию. Более того, я верю в те сообщения, которые появились некоторое время назад. в соцсетях они никак не подтверждены. Но, послушайте, вопрос веры это в конечном счете вопрос очень личный. Вот я лично могу ошибаться, но я верю в то, что Путин действительно может с удовольствием рассматривать видеозаписи, сделанные камерами внутреннего наблюдения, где зафиксированы страдания Саакашвили, когда он находится там, где-то в тюремной палате или в штрафном изоляторе. Я верю, кстати, в то, что он может точно также получать какое-то садистское удовольствие. Наблюдая за мучениями Навального, говорят ему и эти пленочки показывают. Верю, верю, потому что в Путине есть что-то очень низкое, подлое и садистское. Путин на ваш взгляд сегодня он уже проиграл или все-таки когда говорят о том, что Путин проиграл эту войну, Путин проиграл эту игру, простите, заценить, но так иногда тоже называют, что часто это такая, скажем, слишком оптимистический прогноз, выдают желаемое за действительное. Он еще не проиграл, он еще, если ничего и не начинал, то по крайней мере находится где-то в середине. Какое у вас ощущение? Вы знаете, что понимать под проигрышем и под выигрышем? Эта же штука очень такая, не все так однозначно, как нынче кое-кто любит говорить. Действительно, ну, понимаете, вот по ассоциации, ну, вот что такое победа, да? Вот какая-нибудь футбольная сборная на чемпионате мира, для кого-то победа выход из-под группы, попадания в плей-офф, да? Когда мы видели, вот как сейчас неожиданно здорово играла сборная Марокко, да? До нее вот результат, хотя, хотя, хотя Марокко, по-моему, я не помню, в полуфинале выбыла, дошла до полуфинала вот эта вот команда и выбыла из игры, но все равно это грандиозная победа, да? А для, я не знаю, для сборной Франции или для сборной Бразилии или для какой-нибудь еще такой вот великой футбольной страны, кроме победы на чемпионате ничего не может быть победной, правда? И то же самое Путин хотел овладеть Украиной, Путин хотел, чтобы российский флаг был водружен над Печерскими холмами в Киеве, значит, ничего у него пока не получилось, поэтому пока что он проигрывает. Дальше. Путин хотел войти в историю как человек, вернувший российские земли исторические, которые когда-то были частью Российской империи, под власть Москвы. Хотел восстановить Российскую империю по версии 2.0, стать собирателем так называемых исторических российских или русских земель, опять вот под эгидой Москвы, стать таким Иваном Калитой 21 века. Он уже им не станет никогда. Он в истории останется агрессором, развязавшим кровавую войну против соседнего независимого суверенного государства. Военным преступником, который будет вписан рядом, имя которого будет вписано в историю, рядом с именами Гитлера, Саддама Хусейна и прочих очаровательных людей из прошлого. Поэтому политически на самом деле он уже повержен. Я не думаю, что ему удастся чего-то серьёзного добиться, даже если он пытается до бесконечности продолжать эту войну на уничтожение или на истощение. Видно, что западные союзники Украины, Соединённые Штаты, Великобритания, европейские страны, судя по всему, приняли стратегическое решение не затягивать эту войну, а всё-таки помочь Украине одержать военную победу. Опять-таки здесь можно спорить о том, а всё-таки что такое будет военная победа Украины. Но я думаю, что военная победа Украины будет поэтапной, что сначала России придётся вывести войска на те рубежи, которые существовали до 24-го века. Да, есть ли у нас связь? возможно предложить... Алло? Да, сейчас было небольшое зависание, но вы снова с нами, так что всё в порядке. Всё, великолепно. Вот я повторю тогда, если вдруг меня плохо было слышно. Я думаю, что военная победа Украины в отражении российской агрессии будет возможно поэтапной. То есть сначала российские войска вынуждены будут отойти на прежние рубежи, которые существовали до 24-го февраля прошлого года, после чего будет предпринята попытка предложить Украине мир вот на этих условиях. Ребят, всё обнуляем ситуацию, мы опять вот там, где были 23-го февраля 22-го года. На что Украина скажет нет, мы хотим вернуться к границам, которые существовали в 91-м году, когда Украина произгласила государственную независимость. И, наверное, рано или поздно придётся убираться из Донбасса, из Крыма и отовсюду. Я думаю, что сначала это будут опять-таки территории, которые были под видом ЛНР и ДНР, так называемых, де-факто присоединены к России. Де-факто. До Юра была попытка сделана потом. Ну, а потом и Крым. Вот как-то, может быть, в три этапа. Но я не думаю, что Запад сейчас как-то попытается отъехать, что называется, попытаться сдать Украину, как вот некоторые говорят, ну, и Запад сдаст Украину рано или поздно. Он поймёт, что невозможно перемолоть российскую военную машину. Буквально где-то только что читал. А, кажется, в комментариях к одному из собственных видео, выложенных на моём канале. Кстати, подпишитесь на мой канал, если кто ещё не подписан. Да, мы ссылку поставим к видео. Спасибо, спасибо. Так вот, Вадим, я думаю, что это вот то, что называется по-английски wishful thinking, то есть попытка выдать желаемое за действительное. Ой, Западу не по плечу бороться, противостоять с российской военной машиной, а российская военная машина пишут разного рода там оптимисты такие вот запутинские. Всю эту военную помощь, всю эту технику перемерят. Ага. Расскажите это тем, кто только что под угледаром погиб. там 31 единица, и не знаю сколько сот танкистов, десантников, пехотинцев и спецназовцев погибло при разгроме этой колонны, но вот уже имеется конкретная цифра, по-моему, 31, если я не путаю, 31 и танк, и БТР сожжены, или просто брошены. из них новейших машин, по-моему, 13 или 15. Во всяком случае, на видео я вот лично 10 танков насчитал, на видео, которое сейчас распространяется в интернете. И ну уж если Гиркин, приговорённый к пожизненному заключению за свою роль в ГААГе, приговорённый судом за свою роль в сбитии малайского Боинга Рейса МХ-17, говорит, что это разгром, ну уж, знаете, крыть нечем. Я понимаю, что Гиркин не любит по диалогическим причинам, он гораздо правее Путина, и его не любит, для него Путин слабак, но я очень часто вынужден признать, ориентируюсь на мнение вот этого самого Гиркина-Стрелкова, потому что порой он очень трезво судит о том, что происходит в реальности на различных участках этой войны. Я думаю, что скоро начнется серьезное контрнаступление украинской армии вооруженных сил Украины, мой прогноз. Думаю, что это произойдет чуть позже, не сейчас. Могу ошибаться, но я думаю, что к началу, к концу весны, начало лета мы увидим совершенно иную ситуацию на фронте. спрашивают вас, как вы относитесь к призывам Явлинского? Он, в общем, достаточно давно говорит о том, что нужно любой ценой остановить боевые действия. Как вы это оцениваете? Простите, Явлинский это кто? Явлинский это политик российский, лидер партии Яблоко. Я думаю, вы хорошо знаете, что это за фамилия. Знаете, такого человека для меня давно уже не существует. А когда он перестал для вас существовать? в какой момент? Ну, это был тоже не одномоментный процесс, скажем так. Этот господин начал постепенно терять моё доверие и уважение к себе. А после того, как он набросился на Навального, уже сидевшего к тому моменту в тюрьме, вот после этого я не знаю больше такого политика. Ну, соответственно, вы не следите за его статьями? Вы знаете, мне их коротко пересказывают коллеги из разных служб новостей, из разных информационных каналов, которым я доверяю. Мне этого вполне достаточно. тезисного изложения мыслей этого джентльмена. Фамилия Шлостберг. Мне поражает другое, вот как может такое писать человек, у которого остались родные, друзья во Львове, который во Львове родился, который получил воспитание и образование, который не чужд был, кстати, украинской культуре, который, как сам он когда-то рассказывал, оказался переводчиком, добровольным переводчиком выступление первого президента ныне покойного, уже первого президента независимой Украины Леонид Бакарчук Кравчука, когда он начал где-то в силу соображения политической корректности. Вот он уже представитель Украины, он уже президент Украины, и ему где-то нужно было выступать. Явлинский оказался рядом, и он помог ему переводить с украинского на английский. А сейчас вот он такое несет. Знаете, это, увы, мне кажется, это просто за гранью добра и зла. Еще вопрос. Слышали ли вы выступление Маргариты Симонян, которая, в общем, продолжает этот культ смерти. Лучше умереть молодым за родину, чем от старости и немощи. То есть, ну, собственно, что об этом думаете? И на что? Это сейчас такой пропагандистский прием. чем от водки и от простуд, как пел Высоцкий, да? Обратите внимание, потребление водки в Российской Федерации возросло за минувший год на 4%. В переводе на декалитры это офигительный объем. Кстати, говорят, в Кремле стали пить больше, по крайней мере. Такие утечки были оттуда. В прямом переносе. Ну, вообще, конечно, когда читаешь Медведева, к примеру, ну, точно в трезвом состоянии такого не напишешь. Ну, и потом, когда иногда я уже об этом говорил тут давече, что когда смотришь на некоторые решения, которые там принимаются, и пытаешься их как-то трактовать, анализировать, потом себе говорят, черт возьми, там, без пол-литра тут не разберешься. А остающимся там нормальным, совестливым, честным, порядочным людям, ну, действительно, наверное, там, иногда хочет лишнюю рюмашку махнуть для того, чтобы как-то там смириться с происходящим и с тем, что несет там Маргарита Симоняна. Ну, послушайте, давайте не будем тратить драгоценное время на обсуждение этой особой. Здесь, скорее, даже интересно другое. Вот Владимир Путин, который, как мы знаем, не смотрит Ютуб, не использует интернет, не смотрит Ютуб, не подписан, наверное, в Телеграме, в отличие от Дмитрия Медведева, он же смотрит телевизор, как мы понимаем. Он, на ваш взгляд, не становится заложником того, что говорит Маргарита Симоняна. Такой, ну, со стороны выглядит замкнутый круг. Маргарита Симонян говорит что-то, чтобы понравиться Путину, Путину нравится, он смотрит Маргариту Симонян, и вот так они вот друг другом создают вот эту виртуальную реальность. Не так ли это работает, как вы думаете? Да может быть и так. Но мы же не знаем, что на самом деле в Кремле происходит. Или там у Путина в бункере, если он действительно, как утверждают некоторые, живет по разным бункерам. Честно говоря, я не очень в это верю, но думаю, думаю, что какой-то более-менее надежный бомба уже бежащая, ему давно уже построили там не где-то там на Алтае или еще где-нибудь, а прям в его резиденции в Новоогарево под Москвой. Да суть не в этом. Я полагаю, что все-таки ему показывают какие-то выжимки. Я с трудом себе представляю, что вот Путин уселся бы у телевизора и стал бы в прямом эфире смотреть какое-нибудь там ток-шоу Соловьева или Скобеева или какие-то там еще ток-шоу есть. Я думаю, что и... А? Норкина еще. Норкина. Норкина там. Моего даже не однофамильца, как я люблю называть Дмитрия Писелева. Не знаю, не верю в то, что вот Владимир Владимирович мог бы прилипнуть к телевизору и смотреть от начала до конца. В принципе, он не должен этого делать. На самом деле, на самом деле, ему помощник действительно должен вскоре после этого шоу принести кассету, дискету, там, я не знаю, сбросить линк на его компьютер и сказать, вот, вот, все существенное, что было за эти полтора или там два или сколько-то там часов эфира, да? А он в это время должен какими-то более серьезными делами заниматься. Я, кстати, сам себе противоречу, но сейчас подумал, а черт его знает, а может, действительно, вот, у него такое мазохистское есть желание или такая вот мазохистская привычка смотреть вот всю эту белиберду от начала до конца? Может, она от удовольствия получает, вот, знаете, от того, что час, два, целый вечер, на сменяющих друг друга ток-шоу на разных каналах, люди говорят то, что ему нравится. А черт его знает, а может быть, а может быть, так и проходят одинокие вечера полковника, которому уже никто не пишет. У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут, я из Риги. Я хотела бы задать вопрос Евгению по поводу Соловьева. Сейчас появилась информация в Визирии в Телеграм-каналах о том, как у Соловьева сын, такой молодой блондин, симпатичный парень, он является молодежью яркой. Неужели он вам нравится? Какой кошмар. Насколько, вам кажется, вот сейчас, конечно, сложно проверить, фейк или не фейк, но вот известно ли вам что-то об этом? Потому что, я только вижу, авторитетные Телеграм-каналы события не ставят пока этому. Спасибо. Спасибо. Да нет, ну послушайте, во-первых, вообще сын за отца не отвечает. Всё-таки, да? Я, это фраза, которая приписывается Сталину, я не помню, на самом деле, действительно ли он её произносил, или это плод фантазии каких-то придворных историков, или современников лизоблюдов, но на самом деле фраза-то правильная, мысль-то правильная, что, ну, не должны дети отвечать за преступления отцов, а то появятся члены семьи врагов народа, или там, члены семьи изменников Родины, а сейчас там появятся, наверняка, рано или поздно, там, члены семьи иностранных агентов в Российской Федерации. К этому, в общем, логически примерно всё так и идёт, и давайте не будем строить некую обратную конструкцию, там, члены семьи пособников путинского режима, да, или это, но закон, по идее, при этом должен быть один для всех, если половозрелый молодой человек, который должен служить в армии, если у него нет основания отмазаться от этой самой службы, должен идти туда и, что называется, миномётную плиту таскать там где-то в украинских степях. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что у всех высокопоставленных чиновников путинского режима, у всех высокопоставленных бизнесменов, которые вписаны вот в эту конструкцию сосуществования противоестественного на самом деле уже в наше время сосуществования с путинским режимом, тем не менее у всех у них, я не говорю уже там о разного рода пропагандистах, людях, которые этот режим обслуживают идеологически, организационно, как-то ещё, у них у всех дети устроены на Западе в основном, в основном. У многих гражданство других государств, многие, или там постоянное жительство, у многих там центр, как это называется, есть такой термин, центр жизненных интересов, вот когда у тебя там жильё, у них у самих уже у многих детей свои собственные дети, или учёбы, или бизнес, я думаю, что они этим всем прекрасно пользуются, в том числе и для того, чтобы не заставлять себя мучительно жить, вот для многих, я думаю, как и для противников путинского режима, для многих из этих детей жизнь в путинской России со всеми её гадостями и с невозможностью иметь доступ к привычным на Западе сервисам, услугам, удовольствием, в том числе к путешествиям, к развлечениям, она не милая. Поэтому я верю в то, что у Соловьёва детки прекрасно живут где-то на Западе. Другое дело, что в перспективе могут лишиться папиной поддержки и жить будет совсем уже нелегко. Смотрели интервью Марии Певчих Юрия Дудю? Вы знаете, Грешин не успел ещё посмотреть. Я знаю, я слышал многочисленные отклики, противоречивые, я видел споры. Буду смотреть, пока ещё не готов комментировать. Тогда вопрос про Яну Рудковского из чата спрашивают, кстати, в продолжении темы о тех, кто как бы за Путина, но при этом спокойно едет в Европу и позирует на фоне филевой башни. Вот этот кейс Рудковская, оно на самом деле олицетворение некого сообщества, которое в России за, а потом с радостью едут и по бутикам ходят по Елисейским полям. Как вообще так получается, на ваш взгляд? И почему их и в России не трогают, и на Запад пускают, хотя многих не пускают? Вот этот вопрос тоже ищут. Ну, послушайте, я думаю, что виной тому излишнее человеколюбие западных иммиграционных властей. Или, может быть, у них нет физической возможности проанализировать базы данных о том, где содержится информация о тех людях, которым они выдали визы, да? Ну, есть там список Навального, там шесть тысяч фамилий. Давно уже идёт речь о том, что люди, которые попали в этот самый список Навального, должны быть лишены возможности путешествовать вот так вот свободно и радостно по разного рода Европам и Америкам. Ребят, за всё надо платить. Повторяю, излишнего человеколюбия или просто информационного разгильдейства. У меня здесь совершенно жёсткая позиция, да? всем им надо надавать по одному месту, по рукам как минимум. Вот чтобы у них не было возможности ни на Елисейских полях гулять, ни по Бонд-Стрит в Лондоне, ни тем более в Майами или где-нибудь там на Лексингтон Авеню или Мэдисон Авеню, не помню уже, где там самые дорогие, самые шикарные бутики в Нью-Йорке. Где-то там. Пятое Авеню. Пятое Авеню, Мэдисон, Лексингтон или отдыхать где-нибудь в Майами. Другое дело, что у многих людей есть гражданство, у многих людей есть постоянный вид на жительство, у них уже другой статус. Лишить иммиграционного статуса это намного сложнее или лишить гражданства. Это сложный процесс. Я думаю, что у какой-нибудь Яны Руцковской точно имеется гражданство другой страны, что бы она там ни говорила. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Мы благодарим вас, что нашли время и вышли в наш эфир. Подписывайтесь на канал Евгения Киселева в Ютубе, а ссылку мы добавим уже после завершения этого стрима. Спасибо вам и всего доброго. Спасибо, Вадим. Я всегда рад быть у вас и в записи, и живьем. До следующего раза. Благодарим вас. Всего доброго. До свидания. Мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте. Эх.